Здравствуйте! С вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. Наступил июнь, а вместе с ним и летняя жара. Большинство рыб, за редким исключением, уже отнерестилось и сейчас набираются сил. Водоемы уже достаточно прогреты, что заставляет даже самых теплолюбивых рыб выходить на кормежку лишь в утренние и вечерние часы. На этой неделе мы с вами поговорим о ловле карпа, леща, карася и гусеры. Но обо всем по порядку. Нас ожидает преимущественно солнечная погода, прерываемая небольшими дождями в период с четверга по субботу. Температура воздуха будет колебаться от плюс 21 до плюс 29 градусов днем, а ночью от плюс 13 до плюс 16. Северный ветер в середине недели сменится северо-западным и не превысит 5 метров в секунду. Давление воздуха ожидается слегка пониженное и будет держаться около отметки 750 миллиметров ртутного столба. В среду нас ждет полнолуние, то время, когда даже при самой стабильной погоде клев предсказать очень трудно. Чаще всего, вероятно, будет клевать малек и мелкая рыба, поэтому стоит насадить на крючок приманку побольше, дабы ее отсеять. Лещ продолжает отъедаться после нереста. Температура в водоемах значительно поднялась, а солнце светит ясно и жарко, поэтому лещ предпочитает выходить за пропитанием только по утрам и вечерам. В выборе места кормежки он наддаст предпочтение местам с ссылистым дном, где будет питаться личинками, моллюсками и мелкими ракообразными. Теперь эта рыба стала куда осторожнее. Любой подозрительный шум способен заставить ее покинуть место ловли, поэтому забросы нужно делать с умом. Ловить лучше всего надонную или поплавочную снасть с предельно тонкой, но прочной леской. В качестве наживки обычно берут мотыля, червя, опарыша или мучные шарики. Также крайне желательно использовать прикормку, в состав которой могут входить горох, мелкая крупа или картофель с небольшим вкраплением рубленого червя или мотыля. С наступлением лета оживляется аппетит и у карпа, который недавно отнерестился. Клев начинается одинаково хорошо как в реках, так и в озерах. Если температура воздуха слишком высокая, то карп перемещается ближе к высокой водной растительности, заплывает в ключи и ручьи, а на поиски пропитания выходит лишь ближе к ночи. Эта рыба прекрасно клюет в дождливую и даже грозовую погоду, чем можно будет воспользоваться во второй половине недели. В качестве насадки на крючок в июне обычно используют кукурузу, опарышей, червей или бойлы. В июне стаи карася распадаются на более мелкие и полностью растворяются в водоеме. Найти небольшие скопления можно будет у камышников и кувшинок. На реках эта рыба будет держаться умеренного или слабого течения. В жару карась уходит на сравнительно большие глубины, поэтому идеальным временем для его ловли будет утренняя и вечерняя зори. Чаще всего карася ловят на поплавочные снасти. Перед началом ловли место лучше закормить. В качестве насадки берем тесто, перловую или пшеничную крупу в сочетании с червем. Густера, как и лещ, будет держаться одних и тех же участков, наполненных водной растительностью. Она также не любит жару и ловить ее лучше по вечерней или утренней прохладе. Она редко подплывает близко к берегу, поэтому для комфортной ловли поплавочное удилище должно быть длиной не менее 4 метров. Густера, к счастью, не так пуглива, как лещ, поэтому леску можно взять до 0,2 мм сечения. Самыми ходовыми насадками в июне станут червь и опарыш. Подведем итог. На улице значительно потеплело, и рыба предпочитает выходить на кормежку лишь по утрам и вечерам. Лещ держится и листого дна. Ловим на поплавок или донкой, на опарыша, мотыля или мучные шарики. Карп предпочитает держаться подальше от слишком теплой воды. Ловим на опарыша, кукурузу или бойлы. Карась рассредоточился по водоему и держится вблизи камышников. Ловим на распаренную крупу с добавлением червя. Густеру ловим поплавочной снастью, на червя или опарыша. Не забывайте закармливать место перед ловлей. Это значительно повысит шансы на хороший улов. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и до встречи через неделю! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова